В контексте благоустройства дворовых территорий можно сказать, что красота жертв не требует. Здесь скорее нужно другое изобретательность и креативный подход к делу. У жителей двора, что на улице Вульковская, 98, с самого заселения душа лежала к тому, чтобы наводить красоту собственными руками. У нас есть группа очень активных девушек, мужчин, которые любят заниматься этим делом. И они приложили очень много усилий на протяжении последних пяти лет и сделали вот эту красоту. Всем жителям очень приятно, когда ты живешь в чистоте и красоте. И многие делают все для того, чтобы жить в таких условиях. Это место радует прохожих буйным цветением лилий и флоксов, роз и сиреней, георгин и гладиолусов. Свой двор зеленым делают сами жильцы. Сажают цветы и радуются видами прямо из окон. Каждый день за растениями ухаживают и обильно поливают. Всю красоту рядом с домом и подъездами. Они называют собственным ботаническим садом. И с этим трудно не согласиться. Здесь до такой степени красиво, что даже дышится как-то по-особенному хорошо. Любой дом начинается с порога. Поэтому наш порог должен быть красивым тогда и наш дом тоже будет сиять чистотой и красотой. Потому что красота созидает и все. Ну, я не знаю, мне кажется, нет человека, которому не нравятся цветы. Да, может быть банально, но красота спустит мир на самом деле. Нам это дело очень приятно. Мы это делаем с удовольствием. Наслаждаются разлитым в воздухе хвойным ароматом и жители Старого Востока. Партизанский проспект, дом 19В. Дом старой постройки, но серым и пустынным его точно не назовешь. Все вокруг цветет и зеленеет. Красивые клумбы, яркие лавочки, декоративные композиции и много-много зелени. Дом построили, детей родили, сейчас сажают и деревья. Говорят, это экологическое зеленое счастье не будет возможно без вклада жильцов. Цветочник поделали, сделали за свой счет ступеньки полностью, облагородили сверху канализацию, сток воды идет. Все делается непосредственно только за свой счет. Оно не через год, а через два года это все вырастет и будет красиво. И будет озеленение, и воздух, и все. Конечно, не все и не всегда проходит гладко. Из 180 квартир благоустройством и озеленением занимаются жильцы всего нескольких. Этому дому 38 лет. Большинство, знаете, как наши люди. Моя хата с краю. Ну вот есть такие, которые неравнодушны, которые хотят жить в чистом городе, в чистом дворе. Вот решили благоустроить. Здесь я живу 18-20 лет. Хочется жить в красивом городе, в красивый двор, ухожен. Поэтому вот нас 4-5 квартир, которые решили, собрались, купили туи, заборчики поставили, ну, по мере возможности. Есть даже те, кто таким преображением недоволен. Но сегодня, кажется, даже сама природа заботится о зеленых насаждениях. И регулярные дожди помогают новым растениям приняться и пойти в рост. Высаживаю все цветы, разные всякие. Начиная от бархатцев, заканчивая туйными растениями. Очень хочется, чтобы эта красота радовала не только меня, а и окружающих, которые проходят мимо. Все говорят благодарность. Только слова благодарности. Всем очень все нравится. Как видим, сегодня жильцы и кооперативных домов, и домов, находящихся на обслуживании ЖЭСов, стараются внести свой вклад во внешний облик дворовой территории. Самые активные даже принимают участие в конкурсах по благоустройству, которые ежегодно проводит администрация района. Благоустройство придомовых территорий с каждым годом становится все более популярным и все более модным. И это как цепная реакция. Одни жители начинают, собственно, ручно что-то делать, другие подхватывают и становится тем самым наш район еще более краше. И, наверное, основная масса, более 80-90% наших всех организаций-собственников, кооперативов ведут свою территорию, содержат ее действительно так, чтобы было приятно посмотреть. У нас еще проходят конкурсы благоустройства, озеленения, краски Бреста. И в рамках этих конкурсов мы отмечаем самых лучших и, конечно, вручаем им памятные подарки и денежные призы в том числе. Продолжение следует...